Драки в школе Драки в школе Дзюдо 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 – это борьба, восточная борьба, которая уже много лет существует и очень популярна в нашем городе, так же, как и караты. Что такое здоровый образ жизни? Это спать, есть и гулять? Ну, конечно, спать надо много. И есть надо достаточно много. Мы начинаем или ваши операторы в игрушки играют? А сейчас рады представить новую рублику. Новую рублику, новую рублику, новую рублику. Еще раз. Новую рублику. Новую рублику. А это не петиция или мы уже пишем? Мы уже не пишем. А теперь три, два, один. Мы рады представить новую рублику. Мы рады представить любимую рубрику. Мы рады представить любимую рубрику. Любимую рубрику. Расскажите о своей родине. Что я могу рассказать, милые дети, о своей родине? Я из Средней Азии. Есть там сказочный старинный город. Этот город называется Самарканд. Я ближе к этому городу Самарканда живу, в горной местности. Вас родители наказывали как-нибудь? Конечно, детство без этого, без чалости вообще подумать невозможно. Я однажды на всю жизнь запомнил, когда мне было 6-7 лет, точно не помню, сколько лет мне было. Вижу, такая чистая вода, чистая вода, а там рыбы плывут. Я хотел руками достать рыбу, хотел достать. Ну, это помню, остальные ничего не помню. Потом помню шлепки своей мамы. Оказывается, я упал туда, чуть не утонул. Как мальчик должен себя вести, чтобы понравиться девочке? Мальчик с детства должен работать над собой, должен совершенствовать себя и умственно, и физически. Вот тогда этот мальчик всем будет нравиться. Всем будет нравиться. Наша моя компания. Мы сегодня прощаемся с вами. Начинать можно? Можно начинать? А вот теперь... Вы с нами тогда... Вы с нами тогда продолжим. Я видела про него книжки. А я видела про его профессии. Я видела много профессий. Я видела про него книжки. Я видела про него кишки. Я видела бжунари. На стете наша маленькая копачка. А я знаю несколько цветов теплый и холодный. Расскажи. Я знаю, что красный это теплый. Синий это холодный. Желтый это тоже теплый. А вот зеленый он бывает и холодный, и теплый. Мы пригласили в гости известного фигуриста. Вы уж сами на гости ехали. Фигурист. А сколько вам было лет, когда вы в первый раз стали на лед? Понимаете, ребята, когда я пришел на лед первый раз, приблизительно, вот сейчас не могу точно сказать, именно точно, но около четырех лет, четырех с половиной. Это нельзя было сказать катанием на льду прямо. Сначала начинались тренировки с того, что мы ходили по льду пешком. Было все сложно. Это мы, знаете, как вот не сразу поехали. А когда Сонечка подрастет, мы будем кататься вместе в паре. Понятно? Сонечка подрастет, мы будем кататься вместе в паре. В зиму 1941-1942 года уже не было там электричества, не ходили трамваи, не было чем-то пить. Люди пили воду из Невы. Но город-герой Ленинград держал связь по радио с городом-героем Одессы. Таким образом, говорит осажденная Одесса, говорит осажденная Одесса. А ленинградцы спрашивали, что происходит в Одессе. Наверное, страшно было. Да, конечно, страшно, потому что артиллерийские налеты, самолеты бомбили. Это же вся авиация фашистской Румынии была. И целого авиационного корпуса немецко-фашистских захватчиков. А как у вас одногады? У меня орден Отечественной войны первой степени, орден Красной звезды, орден за мужество, медали за оборону Ленинграда, за взятие Будапешта, за взятие Вены. Спасибо. Мы сейчас на турнире по фехтованию. Странная литка. А может девочки воевать? Девочки тоже могут воевать. В Киеве даже проводилась отдельная женская номинация. И на тренировки так же ходят и девочки. Занимайтесь спортом. Не курите, не пейте. Ведите активный образ жизни и здоровый. А может герои засидеть в детстве? Могут, конечно же. У каждого из этих героев есть свои женщины, которых они охраняют. Я думаю, что Даня, когда вырастет, тоже будет вас защищать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»